Настя, где ты была? Я была в Корее. Я сначала отдыхала, расслаблялась, много вкусно ела, ходила по разным кофейням, праздновала день рождения мужа, а потом ехала на поезде в Пусан, чтобы побывать на первой в Азии выставке World of Coffee, посмотреть выступления чемпионов 50 или скольки-то там, их много было, на чемпионате World Barista Championship, и потом самой повыступать на чемпионате World Espresso Championship. Дай три рекомендации кофейных и межгольких кофейных вместо кофейных. Кофейные. Нас больше всего в Корее, в Корее или надо где-то вообще в целом? Тогда кофейня Onion на рынке в Сеуле. Вообще незабываемые впечатления. Обе кофейни Mumos в Пусане и обжарочный цех, и которая находится в таком дворе там со всякими статуями такими корейскими, с бамбуком высоченным. И третья рекомендация, да, кофейню? Или что, кофейню надо? И не только. И студенческий городок в Сеуле, я могу там потом прислать, как называется, там самый лучший пи-бим-пап был. Какие впечатления от самой твоей, от людей, от города? Мне очень как-то сильно понравились люди. Я была вообще в глубоком, глубоко впечатлена, поражена и какой-то даже восторг они у меня вызывали, потому что все, с кем мы контактировали на протяжении вот этих двух недель, были невероятно отзывчивые, добрые, расположенные и какая-то вот это, прямо знаете, чувствуется огромное желание помочь, и что вот они на твоей стороне, и что они с таким уважением к тебе относятся и к друг другу, и это прямо как-то чувствуется вот невербально. Не знаю, такое ощущение, что вот корейцы познали жизнь, что у них столько всего было с их страной разного, и за такой небольшой промежуток времени они вот обрели какую-то такую свою конечную самость сейчас, что кажется кажется, что люди там какие-то даже несчастливые, что-то они знают, что-то они знают, что они зрелые, мудрые, да очень-очень такие, у которых можно чему-то получиться. То, что не везде так вкусно, где, как мне хотелось бы. И по еде, и по кофе, то есть, и что касаемо еды, я думала, что в любую, знаете, я зайду забегаловку на рынке, где угодно, и будет та корейская еда, которую я привыкла видеть в Петербурге. А как там бариста? Уровень? Уровень, сервис, приветливость? Сервис и приветливость везде, ну это как бы по умолчанию, то есть вообще куда бы ты ни зашел, и в магазин такой ларечек 24 у дома, везде будут очень приветливые и сервисные ребята. Уровень, наверное, ну тоже высокий, потому что и там много чемпионатов проходит, много разных активностей всяких, и вообще у них такое довольно большое, ну мне показалось, комьюнити, что... Ну и вообще это свойственно азиатским, мне кажется, нациям, такое, знаете, глубокое погружение в процесс того дела, которым они занимаются, то есть чувствуется вот такое ремесленничество, мастерство, это прямо ощущается во многих проектах. Кофе не везде был вкусный, но это скорее связано с какими-то, может, предпочтениями внутри страны, что те рецепты, которые они заваривают, как будто бы вообще не вяжутся с нашими понятиями, понятием экстракции. Ну там вообще нет фильтра кофе, регуляр вот такого, да, к которому привыкли, из большой фильтр машины, то есть там только хендбрю и эспрессо. Эспрессо в целом либо нет проблем, потому что хороший кофе, хорошее оборудование и обычный базовый рецепт, типа один к двум, там, например. То есть хороший, тельный, жирный эспрессо, чуть-чуть рисковатый может, чуть-чуть там кислотность простоватая, чуть-чуть, может, там, тело, да, такое, слишком, ну, не питкое, например, да, но в целом окей, то есть обжарка соответствует этому рецепту. А вот хендбрю, то есть ты заказываешь, там нет базового кофе в ручном заваривании, то есть там весь кофе какой-то экстра, какие-то гейши, какие-то сидры, какие-то ушвуши, там, еще что-то. И ты заказываешь воронку, она стоит, например, ну, если перевести уже в рубли, там, 700, 1500 рублей, вот. Ну, там в целом чуть-чуть дороже, да, в магазине, везде. И если бы это был базовый кофе, он бы стоил, например, 500-400 рублей за, ну, регуляр какой-то фильтр, поскольку это кофе экстра, то и цена чуть-чуть выше. И ты такой, окей, 600 рублей даже за вороночку, за простенькую, там, какая-то кения хорошая на 87 баллов. Ты такой, окей, окей. Но ты ждешь, что эта кения будет, ну, не то, что там удивительная, но какая-то вкусная, сочная, яркая, классная, что ты будешь сидеть с этим фильтром и наслаждаться. А получается, что тебе приносят, а там жиденькая, легенькая, невыразительная, неяркая чашка, не только к кения, да, вот к этой относится, а даже к какому-то очень дорогому кофе, за который ты платишь, там, в рублях 1200, например. И получается, что и жалко, что ты потратил денежку такую, да, немаленькую за вороночку. Так еще и невкусно, что ты не получаешь кайфа никакого. Эспрессо, скорее, да, в большинстве своем. В Пусане темнее, чем в Сеуле. То есть в Сеуле жарят светлее. Ну, я думаю, тоже связано с тем, что город больше, более, там, современный, яркий, такой движовый. Что интересного для нас? Хорошая выставка. Все, с кем мы... Ну, то есть для меня это первый World of Coffee, я ни разу не была на мировых выставках, но вот с кем мы общались, говорят, что это не очень большая выставка. И, ну, реально, в сравнении с нашими выставками, там, с пиром, например, она выглядит, правда, не очень большой. Ну, по экспонентам, по стендам, которые там выставлялись. В целом, ничего принципиально какого-то нового там не было, ни из девайсов, ни из оборудования. Ну, там были новые машины, были какие-то новые, там, штуки для заваривания автоматические. Какие-то... Вот, например, там была кофемолка, как будто бы кофемолка, корпус от Митаса, да, второго. Ну, ты заходишь, а там не кофемолка, а штука, в которой можно заваривать и воронки, и чай. То есть корпус как Митаса, и там как будто три Митаса стоят. Но только это две кофемолки, а это штука для чая, либо для воронок. Вот, типа там горячая вода, ее можно по-разному подавать. Есть еще из нового прикольный разравниватель от Пакпресса. Вот. Харио девайс? Да, меня... Ну, понимаете, это не что-то новое, что перевернет индустрию. Например, Харио девайс, он просто очень красивый. Там такая штука, которая из лепестков собирается, у нее 8 или сколько-то лепестков. Их можно отдельно купить, они по-разному комбинируются по цветам. То есть ты сам можешь собрать там оранжевый, голубой, белый, их как-то еще замиксовать. Вот. И я в целом была готова привести там новый Харио свитч яркий. И вот эту Харио воронку, я забыла, как она называется. И еще бы я разравниватель какой-нибудь купила от Бориста Хасла, вот этот вот чук-чук-чук, с которым выступали все чемпионы. Но ничего нельзя купить на выставке. То есть ты можешь купить только зерно. Окей. Скажи, что правило чемпионата, в котором ты участвовала? Что за ровно? Далакорта. Это компания, которая занимается производством оборудования. Решила устраивать вот три года назад такой чемпионат. Они назвали его World Espresso Championship. В России он называется по-другому. Он называется просто Далакорта Кап. И тут совершенно другие правила. То есть здесь мы выступаем как участники классического чемпионата. Подаем эспрессо, молочные напитки. Там на финале еще фильтр-шот было в России. На мировом происходит все иначе. То есть туда приходят участники, которых позвали организаторы. И вот в мой сезон, получается, в котором я выступала, были все участники, которые выступали день назад на мировом чемпионате Бориста. Естественно, не все 50, но там сколько-то позвали, кто-то не пришел. Было заявлено 30 человек. И я, получается, единственный участник, который не участвовал на мировом чемпионате Бориста. То есть мне дали квоту как участнику из России. Вот. Правило. Есть 15 минут, тебе дают кофе. Кофе не представлен ни у кого в линейке. То есть это какие-то спонсоры по зеленому зерну и какие-то спонсоры по обжарке, независимые друг от друга. Никто заранее не пробовал этот кофе. Все утром приходят и каждому участнику дают 15 минут, чтобы поработать с зерном, подобрать рецепт. Одно из правил – обязательно использование левера. То есть ты варишь не по кнопке, ты не можешь там сварить, да, 36 грамм на выходе и отдать. Обязательно использование левера. Ты можешь поставить левер в одну позицию и варить там всю чашку на одном потоке. Можешь комбинировать там 9 грамм в секунду, 5 грамм в секунду, 3 грамм в секунду, 7 грамм в секунду. Или там как-то их по-разному задавать. Вот. После 15 минут у тебя есть 5 минут на то, чтобы презентовать 5 судьям 5 чашек. Судьи стоят спиной, они не видят, какой участник отдает чашку. Выступают одновременно два человека. Двое участников приносят 5 своих чашек. За судейским столом стоит организатор, который маркирует их и перемешивает. Отдает судьям каждому по 2 чашки. Судьи разворачиваются, у него есть 2 чашки на оценку. И он оценивает эти чашки по 3 характеристикам. Интенсивность букета. Букет – это аромат и вкус, они как бы там описывают. Качество тела – это тактильное ощущение, послевкусие. И качество баланса. То есть насколько все приятно, классно, гладко, здорово и все такое. И он выставляет вот эти свои 3 балла между этими двумя чашками, заносит в таблицу онлайн. Когда все судьи поставили баллы, рефери, или как это правильно называется, смотрит таблицу, и у него сразу в онлайне видно. Если, ну вот, 15 баллов максимум получается. Если участник набрал 8 баллов, он автоматически проходит следующий раунд, потому что 8, больше 7 оставшихся. Там, может быть, ну вот у меня с кем-то из участников было, я набрала 13 баллов, а участник набрал там второй 2 балла, например. То есть тут сильный разрыв, то есть большинство судей отдали там предпочтение моей чашке. Может быть такое, что реально вас отделяет 1 балл. 5 раундов получается, чтобы дойти до финала, надо пройти 5 раундов. Я участвовала в 4-х, вот в 4-м я вылетела, я проиграла ирландцу, у нас были очень с ним похожие чашки. Он набрал там чуть-чуть больше баллов, и он выиграл, собственно, этот чемпионат. Ну, конечно, но не так сильно, как если бы я, например, вылетела в первом раунде. Я бы тогда очень сильно расстроилась. А так, ну, он тоже заслуживает, он вообще супер молодец. У него там неприятная ситуация на чемпионате Бористо была, поэтому как будто бы кармически ему вернулось. Ну, тут видите как, чтобы поехать, надо выиграть Россию, а я в этом году не участвую, потому что у меня участвует муж. Но есть план, чтобы муж выиграл, и тогда нас вот Тристан, это организатор чемпионата от Далакорта и Мирового, он пригласил, сказал, «Все, мы очень вас ждем, типа, если выиграете, то приезжайте на следующую сию». Ну, у тебя теперь знают, как российскую бензинацию? Не знаю, ну, в каком-то маленьком вот этом комьюнити, которое было на 100 человек на этом чемпионате. Нас выложили в Бористо Магазин? Считаю, все звездочки в аккаунт. Да нет, нет, я не знаю, знают, не знают. Я думаю, что нет, слишком мало для того, чтобы запомниться, надо чаще мелькать. Они там все десятилетиями вместе за кулисами общаются. Но как-то, да, как-то чуть-чуть удалось пообщаться. Вот. К русским, к русским, к русским относятся, ну, вопрос такой, да? Мы можем это обсуждать? Я думала, ты скажешь, да, то окей. Хорошо, нет, мне все понравилось, реально. Я очень переживала, когда ехала, потому что, ну, в азиатской стране не должно было быть каких-то супер столкновений. Но поскольку много европейцев, я боялась, что да, будет, ну, какие-то там, ну, не знаю, что-то неприятное будет. Я сама себя накрутила, но ничего не было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!